Добрый день! Вы смотрите итоги дня. Мы собрали воедино то, что посчитали наиболее значимым за прошедшие сутки. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновске открыли движение по левобережной развязке президентского моста. Через стерилизацию к свободе поможет ли федеральный закон ульяновским собакам. О будущем архитектурного облика и концепции развития прибрежной территории Свияги говорили участники международного фестиваля «Экоберег». В железнодорожном районе полностью восстановили водоснабжение. В Ульяновске открыли движение по левобережной развязке президентского моста. Напомним, новая дорога позволит попасть на мост с перекрестка улиц Врача Михайлова и Оренбургской. Этот путь будет короче примерно на 4 километра, если ехать из микрорайона Новый город. По новой дороге также планируется запустить общественный транспорт. С открытием движения предусмотрен маршрут номер 10. На открытие новой магистрали прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин. Подробный материал с открытия смотрите в наших следующих выпусках. В железнодорожном районе полностью восстановили водоснабжение. Напомним, в ночь на 19 августа из-за подвижки грунта произошла авария на водопроводе. Жители района на несколько дней остались без воды. По информации городской администрации, сейчас холодная и горячая вода поступает во все жилые и социальные объекты, а также коммерческие организации. Также полностью восстановлено движение поездов через мост, который тоже оказался в зоне подвижки грунта. Глава города Дмитрий Вавилин заверяет, давление уверенно держится на отметке штатного значения в 3,7 атмосфер. Подача воды превышает потребление, уровень в накопительных резервуарах растет, система работает стабильно. Подачу воды удалось восстановить за счет строительства временного водовода. Сейчас ставится задача уже строительства нового ветерного перехода по постоянной схеме, потому что зимой то, что лежит на земле, эксплуатировать будет очень сложно. Территория в 2000 квадратных метров, в которую вложено 700 миллионов рублей. Новая очередь Центра изучения питания домашних животных компании «Марс» откроет свои двери уже в 2022 году. Здесь будут ежедневно трудиться 90 собак, которые смогут проводить до 100 исследований в год. Какие условия ждут четвероногих рабочих, узнавала Александра Никитина. От померанского шпица до сибирской хаски. Новые постояльцы переедут из питомников в Подмосковье уже в следующем году. Строительство нового блока для собак охватит порядка трех гектаров, из которых около 2000 квадратных метров – площадь основного здания. Для четвероногих рабочих здесь будут предусмотрены индивидуальные вольеры, беговые дорожки для тренировок, площадки для проведения досуга. Также откроется ноу-хау Центра «Водный комплекс». И, соответственно, там будут все необходимые помещения, в которых собаки будут жить, специальные развесочные комнаты, ветеринарный блок и, соответственно, специальное функциональное оборудование, на котором могут будут тренироваться собаки. В частности, у нас будет интересный проект, в котором мы будем тестировать водные беговые дорожки для того, чтобы собаки имели возможность развивать суставы в такой интересной среде. Новое здание будет прилегать к уже существующему, где сейчас живут кошки. До восьми лет животные трудятся на благо своих собратьев, дегустируют большинство кормов, представленных на российском рынке. А после – заслуженная пенсия. В свободное время пушистые эксперты могут на кота-такси доехать до парка или посетить грумера. Объем инвестиций ежегодно позволяет расширять потенциал центра, модернизировать площадки и создавать новые рабочие места. В общей сложности компания вложила уже более 13 миллиардов рублей инвестиций. Здесь в две фабрики и в Центр изучения кормления домашних животных продолжает вкладывать. По планам, соответственно, в этом и в следующем году не менее миллиарда 600 миллионов будет вложено в различные проекты. Помимо второй очереди центра из ближайших проектов завода – модернизация производственной площадки. При этом «Марс» – крупнейший налогоплательщик. Компания ежегодно выплачивает больше миллиарда рублей в региональный бюджет. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ. В течение трех дней участники международного фестиваля «Экоберег», а это известные российские и зарубежные архитекторы, представители проектных организаций, мастерских и авторских коллективов, обсуждали архитектурный облик и концепции развития прибрежных территорий Ульяновской и искали лучшие идеи для их воплощения. О результатах форума смотрите в материале Ирины Антоновой. Главным итогом юбилейного архитектурного фестиваля «Экоберег» стало определение лучшего проекта благоустройства поймы и прилегающей территории реки Свияги в городе Ульяновске. Выбор компетентного жюри остановился на проекте коллектива научно-исследовательского и проектного института градостроительного планирования города Москвы. К слову сказать, в тройку призеров конкурса вошел коллектив управления архитектурой и градостроительства администрации областного центра, занявший почетное третье место с призом в 100 тысяч рублей. Основные критерии отбора – новизна и реализуемость проекта. Собственно, все это, по мнению жюри, в призовых проектах было. Это очень важно. Это очень важно, потому что свежие идеи, идеи не ульяновцев, они лягут в основу будущего проекта. Значит, проекты должны быть интересные, город получит удивительный результат. Кстати, прежде чем выносить свой вердикт, жюри конкурса совершил небольшой турне по территории, на основе которой были созданы конкурсные работы. Проблемы второй, крупнейшей по величине городской водной артерии видны невооруженным взглядом. За зеленой ряской и кувшинками в конце лета почти не видно воды. Плачевное состояние свияги в городской черте неудивительно, ведь ее русло ни разу никто капитально не чистил. Собирая стоки, укрепляя берег, мы можем и приблизиться, и включить воду, и берега в пространство города. Она должна быть не задворками, она должна быть центром застройки территории, но не то, что надо обязательно прямо застраивать. Должна быть сформирована зеленая зона, должен быть сформирован градостроительный регламент по ее использованию, должны быть поставлены на кадастр границы этой территории, чтобы ограничить, например, хаотичную застройку или застройку определенных функций. Елена Станиславовна подчеркнула, что водную территорию свияги необходимо рассматривать только в ткани города, чтобы она стала полноценной городской территорией. Сейчас есть национальные проекты, которые разворачивают, в том числе федеральное финансирование на благоустройство, на экологическую направленность развития территорий, на комфортную среду городскую. Вот эти все инструменты надо грамотно использовать, но перед этим стоит большая работа по градостроительной документации. Прежде чем выходить на финансовую поддержку, надо понимать предмет, естественно, стоимость, очередность. В одной лодке с нами оказался советник Российской академии архитектуры и строительных наук Николай Гришин. Первоначально он скромно представился морским инженером из Сочи. Николай Александрович приехал в Ульяновс впервые, чтобы познакомиться с нашим, по его словам, удивительным природным ландшафтом. Он всю дорогу восхищался природой города, но при этом сразу обозначил проблему территории. Проблема этой территории заключается в том, что она во многом недоступна для людей. Вот посмотрите на правый берег, там подходят прямо к воде какие-то огородики, там частные наделы. И на самом деле это неправильно. По водному кодексу все граждане должны иметь возможность свободного доступа к водным объектам федерального значения, которым в том числе является и река Свияга. По словам Николая Гришина, главная прелесть Свияги в ее камерной среде, где каждый может почувствовать свою близость к воде, ощутить ее дыхание, полюбоваться фантастическими пейзажами. Несомненно, больше всего хотелось услышать ответ жюри о возможности реализации проектов победителей в нашем городе. Я уже давно пришел к выводу, что очень нечасто бывает, чтобы какой-то один проект соответствовал полностью всем условиям конкурса. Ведь это субъективное отражение опыта, знаний и трактовки конкурсных задач разработчиками. Но, как показывает жизнь, из нескольких конкурсных работ всегда можно выбрать самое лучшее. По словам эксперта, только в симбиозе проектов победителей можно получить синергическое решение, которое позволит максимально лучшим образом преобразовать Свияжские берега. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ. Теперь дешевле и теплее. Из регионального бюджета были выделены средства на замену старой мазутной котельной в Инзе, чтобы в жилых домах, школах и детских садах не было перебоев с теплом. Подробности в нашем материале. Вместо одной мазутной – две модульных. В Инзе завершают монтаж блочно-модульных котельных. Это передвижные котельные полной заводской готовности, предназначенные для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Основные преимущества перед мазутной – мобильность и экономичность. Разнесли эти котельные по городу с учетом сокращения тепловых сетей, для того, чтобы избежать потерь, добиться максимального экономического эффекта и надежности теплоснабжения. А вообще, на территории Лианской области корпорация развития коммунального комплекса является доминирующей компанией по представлению тепловой энергии. То есть мы уже находимся практически во всех муниципальных образованиях. Ну вот, дошла очередь и до Инза. Мазутная котельная всегда выделяла своими столбами черного дыма из трубопровода. Местные жители рассказывают, что место, где работала мазутная котельная, называли черной куртки из-за детей, которые играли рядом. Мазутные выхлопы оседали черным грунтом на куртках и их ничем не могли отстирать. Сейчас же старая котельная не функционирует. И на память из нее хотят сделать небольшой музей. Планируется взять 14 котельных. Вот они все уже будут на газе. То есть подготовить район в кратчайшие сроки к топительному сезону и зайти и успешно пройти его. Корпорация развития коммунального комплекса заходит в Инзу как теплоснабжающая организация и будет предоставлять услуги жилым домам и учреждениям соцсферы. После установки новых котельных предстоит провести все необходимые коммуникации к ним. Работы завершат до начала топительного сезона. Илья Михно, Герман Баранов, Управда ТВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в естественную среду обитания. Речь о бездомных собаках. Согласно федерального закона об ответственном обращении с животными, данная процедура проходит в приютах Ульяновской области. Однако полтора года практики показали, такая схема эффективна лишь на бумаге. Отсюда и вопрос, защищает человека от животного или наоборот. Слово Александре Никитиной. Знакомьтесь, пес по кличке Старый. На первый взгляд, ничем не отличается от остальных жителей приюта. Однако история далеко не позитивная. В прошлом году он приехал из Димитровграда. На его лице можно увидеть следы бесчеловечного отношения к животным. Залитые кровью глаза и поврежденная пасть. То, как выглядит Старый сегодня, не несчастный случай, а результат чьей-то злой шутки. При этом пес чипированный. Это говорит о том, что процедура ОСВВ ему хорошо знакома. Сейчас он обрел дом на территории фонда «Флора и Лавра» в Чердаклинском районе. Изначально он был создан как центр помощи животным. А с 2020-го появилось новое направление деятельности. Наш фонд работает по организации мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев. По новому федеральному закону отлов осуществляется по программе ОСВВ. То есть это отлов, стерилизация, вакцинация, беркование, присвоение регистрационного номера животному и выпуск на прежнее место обитания. То есть весь процесс отлова сопровождается видеофиксацией. То есть место, где мы отловили животное, у нас зафиксирован процесс отлова. И место выпуска, то есть идентичное месту отлова, также фиксируется видеосвязью. Весь быт приюта лежит на плечах сотрудников. Сторонней помощи раз в несколько месяцев дождаться можно. От волонтеров или просто неравнодушных людей. А в это время за постояльцами ухаживает Ольга Филипова. Однако давать нам комментарий на камеру она отказалась. И причина на это вполне понятная. Узнав о месте работы женщины, добродушные соседи за ночь подкидывают к воротам фонда десяток новых жителей. Говорят же, не мы выбираем животное, а оно нас. Порой нам приходится отказывать. С опытом видишь, что человек пришел выбирать не друга, а игрушку. Бывает, что берут собаку в семью, а потом появляется и ребенок, у которого аллергия. И мы видим нашу собаку на обочине. Ее просто выкидывают, потому что стала не нужна или приносят нам обратно. В 2020 году в Чердаклинском районе 185 животных прошли процедуру отловой стерилизации. А в 2021 на август месяц цифра уже близка к сотне. Нередки случаи, когда после всех процедур собаки не остаются на воле, а вновь приходят к стенам приюта. Так и случилось с малышкой из Маинского района. Поймали бродячая собака. К нам попала в стерилизацию. Теперь осталась у нас. Отвели ее опять по месту. Она вернулась к нам. Теперь она у нас. Федеральный закон предусматривает проведение всех процедур в приюте. Однако, как создать надлежащие условия, чиновники не подумали. В Маинском районе территория фонда значительно отличается от той же в Чердаклинском. Новые клетки, миски, деревянные поддоны. Приют заработал в прошлом году. От областного правительства поддержка поступила. Помещение под безвозмездное пользование. А вот все остальное – заслуга простых людей. Мы уже своими силами обустроили данные. Так скажем, то, что вы сейчас видите. Это два отделения. Один блок – это изолятор на 8 клеток, где, как положено, карантинное отделение. И второй блок – два отсека, где также могут содержаться животные и на карантине. Либо после карантинных мероприятий могут их перевезти туда уже после проведения всех мероприятий. Так может ли помочь федеральный закон безнадзорным животным? Наш телеканал не раз делал материалы на основе обращений граждан, когда по улицам в ночное время гуляют целые свадьбы. Так называется стая собак. В свою очередь, сами владельцы отказываются брать ответственность за своего питомца. По статистике, 50% от бездомных собак составляют те, кто находятся в свободном выгуле. Как показывает практика, изначально у нас были обращения граждан по поводу того, что животные кусают граждан. Первоначально на сегодняшний день уже идут обращения граждан, когда животные уже повторно кусают. То есть те, которые уже прошли условия, они уже кусают. Но, к сожалению, закон не предусматривает уже повторный отлов животных. Поэтому в этом направлении, я думаю, стоит еще законодателю поработать. Пока чиновники решают, как лучше изложить постановление на бумаге, собаки продолжают бродить по улицам и делить территорию с людьми. А те, кто больше не может оставаться равнодушным, вынужден своими силами создавать условия проживания для четвероногих друзей. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Сергей Кудаков, Улправда ТВ. После года пандемийного затишья ульяновская публика вновь услышала живую музыку. На летней площадке улицы Ленина развернулся молодежный симфонический оркестр по Волжье. Заслуженные артисты, музыканты и дирижеры из Тольятти представили свою программу. Она примечательна творческой манерой исполнения и оригинальностью трактовки академической музыки. Больше ста тысяч поклонников и десяток покоренных стран за спиной молодежного симфонического оркестра фестиваля во Франции, Испании, Сент-Джорджа. Сегодня они добрались и до Ульяновска. Со сцены музыка льется рекой. Живое исполнение в атмосфере теплых летних вечеров. То, почему так соскучились ульяновцы. Очень все стасковались, конечно, и по музыке, по работе. И мы, и слушатели, как я почувствовал на предыдущих концертах в Самаре и в Тольятти. Конечно, всем очень хочется снова встретиться в концертном зале. И я думаю, что все-таки не за горами то время, когда мы будем жить какой-то полноценной жизнью. В программе оркестра композиций икон мировой музыки Чайковского, Бетховена, Прокофьева наравне с опытными музыкантами на сцену вышли и восходящие звезды. Екатерина – студентка Московского колледжа искусств. Сама девушка родом из Ульяновска. Выступать на одной сцене с наставниками – неоценимый опыт, который непременно пригодится в будущем. Это дает опыт общения с людьми, в первую очередь с разными, изучение новой программы, которая сложная и потом пригодится в работе в оркестре. Это новые какие-то открытия для себя в плане техники, исполнительства, какие-то даже мастер-классы от наставников старших. Очень интересно здесь. Летняя сессия Молодежного симфонического оркестра по Волжье продлится до 26 августа. Александра Никитина, Управда ТВ По информации синоптиков, в предстоящей сутке ожидается малооблачная погода. Днем столбик термометра удержится на отметке 23 градуса по Цельсию. Ветер северный – 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23, 00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова